Стучит полиция. Маленький Вовочка открывает дверь. Полиция его спрашивает. У тебя папа самогонку варит? Нет, он ее сырой пьет. Три мужика хвастаются своими женами. Моя Таня мастерица. Разбил я как-то чашку. Она ее так склеила, будто бы не разбивалась. Вот, поглядите. Я однажды брюки порвал, говорит второй. Так моя Света потом зашила, будто бы не рвал. Вот, поглядите. А моя Люся рубашку постирала. Поглядите, как будто и не стирала. Самогольщик рассказывает своему приятелю. Вдруг вижу, на углу стоит военный полицейский. И смотрит на меня так, будто у меня нет увольнительной. И что же ты сделал? Я посмотрел на него так, будто она у меня есть. В метро забегает мужик, а руки у него растопырены, как будто сейчас кидаться на всех начнет. Ну, все на него уставились и смотрят. Он не выдержал и говорит. Ну, чего вы все так уставились? Я же не лифчик покупать еду. Муж с женой в спальне. Собирается спать. Вдруг на кухне звяканье посуды. Муж говорит. Понятно. Это кошка на стол залезла. Пойду накажу. Муж бежит на кухню. Жена вдогонку. Поймаешь? Неси сюда. Вместе накажем гадину. Неизвестно, что подумала теща, но по кухне заметалась. Лежит старая монашка на тюфяке. Уже почти умирает. Вдруг слышит голос. Ты мужикам не давала. Мужское хозяйство ни разу не видела. Нужно это исправить. Даю тебе еще пять лет жизни. Оторвись по полной. Скочила монашка с койки и бегом в салон красоты. Ну, думает, теперь каждый день буду спать с мужиками. Только выходит из салона, вдруг бац, грузовик ее переезжает. Душа монашки отлетает и вопрошает. Господи, ну как же так? Ты обещал еще пять лет жизни. Голос выше. Ну, извини, не узнал.